прическа красиво виктория с мишей с одинаковыми прическами сейчас мишу покажу брови ты не зафиксировал зафиксировал покажи прическу мы получается прям с ней сестренки что ли привет поближе спасибо что зашли на канал и смотрите это видео если вы его конечно досмотрите мы едем сегодня воскресенье мишка виктория в принципе вы их уже видели едем в ток да в принципе вы их уже знаете едем кто куды дети едут на день благодарения для молодых людей юноша и подростков а мы с мужем сами сама не знаю куда в общем пройтись я искренне всем рекомендую перейти на мишкин канал и ссылочку и под видео оставлю и вот тут вот прям сразу у него такой классный влог он в субботу брал у меня камеру ездил в киев и я вообще люблю смотрите мишины викторины и влоги потому что их жизнь она ну у них такая самостоятельная своя жизнь и он снял влог я смотрела с удовольствием я и порадовалась и улыбна и улыбалась и всплакнула он вставил еще такие кадры четырнадцатого года всплакнула потому что это действительно было тяжелое время все в перемешку когда было мы тогда оставили дом в принципе с тех пор мы ездим по нашей нынке украине но как-то меня так нахлынуло я все еще продолжаю наблюдать ситуацию в беларуси и знаю что там сейчас там не прекращается как бы против а ну против власти митинги до против даже уже не против власти против насилия против всего и там же и инвалиды выходят на колясках и все равно всех в автозаке пакуют и последняя информация что теперь решили за неделю автозаке переоборудовать чтобы инвалидное кресло в автозак могло подниматься то есть я все каждый раз у меня наворачиваются слезы потому что народ кручит это такая тема что я все больше верю в какое-то единое правительство жестокость какая-то такая в мире очень много в общем я не знаю за что вы смотрите мои влоги потому что есть люди которые намного интереснее меня снимают и я поделюсь с вами в этом например миша кстати в том числе они когда расставались я на я на ему маршрут мне такие слезы навернулись дома боже диты молоде таки влюбились вообще еще в этом видео поделюсь с вами кого я смотрю на youtube и кого в instagram а сейчас мы завозим детей они везут собой салат виктория и елисей как они его делали это и миша домишек им присоседился как они его готовили это была отдельная можно было отдельно снимать но у меня не хватило сил я просто жила сначала ты с кем так вот как виктория елисей готовили салат можно было снимать отдельно но у меня не хватило сил вообще мы все сегодня утром собирались церковь но когда дело коснулась именно сбора то оказалось что я свою церковь дома провела с ними в двумя с викторией селисеем в подробности углубляться не буду но вот все везем детей а потом сами сможем куда-нибудь смоемся я знаю углубишься у себя на видео на канале углубляйся там детей высадили они уже пошли а я еду и миша говорю что прошло полдня но по сути сейчас сколько два часа дня я говорю я так устала именно с лисеем из виктории я просто как об стенку горох кидала знать я им одно объясняю они такой зачем не надо ты не знаешь мне так удобнее грудь давай разложим эти вещи мне так удобней и все и я миша говорю наш миш говорю я поняла что очень рано мы их как бы как отпустили в самостоятельную жизнь по сути от викторию там с 12 лет с 11 даже елисея раньше потому что я вспомнила что михасю было 13 14 15 лет ему было в польше в польше я еще была более свободна в работе я складывала например шкафы такую генеральную уборку раз две недели когда все были полки вытер там поскладывал все перенюхал то есть я складывала там какие-то постельные меняли разделяли отодвигали кровати выгребали весь этот мусор хлам перебирали вечный пакет целое ведро там мусора выбрасывали и он более самостоятельен потому что ему больше времени было уделено то есть я была прям рядом много было разговоров анализа жизни анализа каких-то ситуаций а викуси селисеем из-за трудности жизни из-за того что нужно работать зарабатывать помогать мужу самой развиваться до пришлось их отпустить и вот они еще не доучены недоученные не в плане там каких-то математических способностей или уроков они доучены относительно социума то есть как ни крути а детей учат родители они видят дома а что они сейчас видят я сама свою комнату за неделю так просто засвинячиваю что мне стыдно вообще им что-то говорить когда у меня на зеркале такой хламидник что кошмар в общем вот такие выводы сделала сегодня старалась и не кричать а виктория селисеем они как назло вот знаете сегодня такой день а мало того что там салат делают плюс стирка плюс шкафы так еще и нашли за что сцепиться песни елисей ты не так поешь виктория смотри я так пою причем елисей вечно не знает слова виктория вечно музыку коверкает и вот они как зацепились я аж не могла уже пришлось наорать так что такие дела вообще конечно надо надо прям брать хрен с ними с теми деньгами надо брать и время уделять конкретно уделять время да вроде бы взрослые но они уже не перешагнуть сами эту черту а надо как знаете как будто откатиться и вернуться и вот систематически миша тоже так орал что мне неудобно когда ты складываешь шкаф не удобнее когда все перерыто но он как-то собран у него если все шкафу то все шкафу хотя они все такие разные у меня но в общем что-то я сама себя пригрузила такие вот дела дети взрослые а все одно и то же единственное что помогают готовить прибирать и лисе это классно ванну сто летом убрал виктория с тут же засвинячила шоколадными конфетами ванну принимала конфеты ела бумажек покидала в шоколаде это все шоколад сами понимаете на что похож у меня вопрос что делает извиняюсь вам но на ванне и потом я понимаю санузел потом я понимаю что это шоколаду виктория просто это ой ай ай арут и вот ванну не моешь поэтому ты не ценишь чужой труд она я мою и начинается ну просто понимает тот кто тот кто действительно тоже живет вот полную насыщенную жизнь семейную пошла магазин приехали в любому и так грустно ходить по магазинам с одеждой когда ты толстопуз я в принципе не толстая вся у меня там ноги худые руки худые у меня пузо как будто я на шестом-седьмом месяце все из-за того что я по ночам ем и абсолютно никакой физической нагрузки а сегодня еще посмотрела видео вы виктории причем редко когда бывает чтобы я блоге смотрела от начала до конца она конечно там куколка такая переме вот что человек не одевает все классно у меня наоборот что я не одеваю все фигово у нее там идет еще она одежда примеряет а потом зарядку делает я пошла в зале закрылась давай зарядку делать ну это конечно не поможет мне нет еще не есть пить надо воды купить короче был грустно но такие видео которые они мотивируют я ларисе позвонила говорю лариса давай что делать анкада давай поехали горит в парк гулять а это же парк вафелик поедим на сущу ночь этой как ее за счет очки латы латы кстати я хочу про карт что ли пойти духи понюхать хотя там ничего не меняется мои любименькие а вот еще одни любименькие мандарина базилик мы приехали в эпицентр зашли в кафе у меня чай слойка с вишней уже не знаю с чем слойка с брынзой я конечно поговорила о том что надо сбрасывать вес следить за собой но это мы не ради покушать это мы проверяем наличие вкуса и запаха у нас потому как пандемия все-таки надо проверять тебе надо пакете в чем все нам приятного аппетита и вы не болейте пришла на склянки разную такая хорошая баночка но она без крышки квадратная тоже классно вот родная хорошо но мутное стекло так идем дальше иду дальше пойду на посуду на сыпучие на емкости для сыпучих пластик или пластик жалко всегда жалко когда красят кактус из баллона просто берут и пшикают чтобы они лучше продавались а вот сюда приклеивают на горячий пистолет просто приклеивают сухо цветы вот зачем но она живое на чем неужели правда думают что будет лучше продаваться именно у так вот мы в машине я чуть-чуть допиваю чай чтоб не разлепывала и и что это я так хочу купить уже быстрее банку у меня одно из моих увлечений или хобби это цветы я если честно так хочу себе в спальню красивую полочку чтобы она выглядела визуально как воздушная и чтобы обязательно была подсветка потому что без подсветки у меня почти везде темно вот и вот сейчас что-то прям вот так хочется флорариум сделать потому что у меня есть фитония аж три вида и она не растет она у меня в контейнерах закрыта прям закупорено там она растет хорошо я посмотрела на нее она такая яркая и она именно это растение для я вспомнила что я немножко украла отросток и он у меня в кармане шубе не завянет так ладно в общем пока сидим пока сидим я еще поделюсь кого смотрю на ю тубе сейчас вообще смотрю разных блогеров в разный период жизни именно сейчас последние две недели я наслаждаюсь смотрю summer days канал это муж и жена ведут канал но больше муж и он про узбекистан влоги но там больше рецепты такие душевные какие-то домашние видео он показывает природу узбекистана ездит в различные кишлаки показывал школу что удивляет люди такие приветливые на рынке на дороге встречаются на базарах там да потом он ему разрешают снимать в ресторанах так назвать прям на кухне как идет готовка а там же у них национальные блюда вот это плов самса ну то есть вот такие их блюда и они очень мне очень нравится сейчас смотрите я смотрю и наслаждаюсь правда про ташкент там он очень интересно снимал потом последнее видео смотрела евгению стрелецкая или стрелецкая очень мне понравилось типа реши свои проблемы но для начала проанализируй источник их возникновения я себе анализировала анализировала при а проанализировала что вообще у меня корень всех проблем это не про не правильный распорядок дня вот надо его менять причем знаете проблемы долги а менять надо распорядок дня я просто не люблю когда есть долги мне очень тяжело прям на физическом уровне так раздражаюсь как-то тяжело у нас есть долг за машину который мы постепенно гасим и я когда писала себе да как пройти как уйти в общем там надо расписывать все и получается что контролировать деконтролировать дебит кредит доход расход а в итоге я пришла к тому что точка крайняя сама оказалась менять распорядок дня то есть раньше ложиться раньше вставать и тогда продуктивнее будет день и учище мысли и меньше раздражительности потом еще нравится канал георгий кавказ но там тоже рецепты но просто так классно снятый просто вкусно классно монтаж ну там все на высшем уровне а так то и все мы уже едем и в принципе на ю тубе это все что я и смотрю пока что вот именно сам rd я вообще две недели я пересмотрела почти все видео еще мне в таком стиле также нравился канал дэн вас но он снимал про китай также подробно садики школы покупка уличная еда вот в таком же стиле общение с людьми то есть как то так что очень как будто эффект присутствия вот каналы миллионники но такие что я разочаровалась потому что какие-то каналы стали фриковатые очень много постановые глуповатые кто-то очень сильно изменился деньги в принципе показали человеческую наполненность смотрела раньше очень много деревенских каналов тоже все попортилось один канал то заболел там внук собирали деньги а потом такая грязная история выплыла не отчетов ничего но то вообще бог судить ну как не дай бог знаете как хай соби люди живут як совесть позволяя то канал смотрела тоже там очень много деток а сейчас буквально под каждым видео хозяйка канала просит деньги причем ей уже пишут что серьезно у вас там пять коров лошадь овцы свиньи и вы говорите вам не хватает ну как бы ну то есть такое все немножко как-то портится не то чтобы портится я не знаю на что youtube рассчитан либо как будто на дураков либо на деток маленьких но детки взрослеют а дураки умнеют и поэтому наверное вообще знаете мне дети иногда говорят особенно мехась маму тебя очень большой потенциал для youtube то есть это какие-то мастер-классы снимая рецепты вязание букет из конфет у меня есть еще хобби там вышивка лентами потом там хобби ну да букеты из конфет вязание а я вот вот есть один момент который я называю что я боюсь потерять себя очень классно когда youtube это не основной источник твоего дохода и ты свободен ты свободен слова у тебя у меня есть свобода слова свобода действий свобода съемок хочу снимаю хочу не снимаю могу снимаю не могу 23 выходных я вообще ничего не снимаем этом гуляли дурковали бегали миша забрал камеру и вот эта свобода она окрыляет и ты остаешься сам собой своим принципам самим собой своим каким-то принципам своим каким-то правилам жизни а вот когда ты начинаешь уже зависеть финансово то есть риск потерять себя и этого не хочется я дома я уже дома меня немножко морозит прям холодно и мало что радует какая-то усталость я набираю себе ванну с пеной сейчас приму ванную знаю что сразу же станет легче дома дети дома дети уже по приходили довольны до дать дочка на кухне дежурная поэтому немножко немножко помогать я говорю поэтому немножко помогает реакция у тебя дать а такая отличная сейчас сейчас еще будут цветную капусту делать вкусе прическа распалась хвост в хвосте запрещено одна косичка на улице было видно и не видно напротив света неудобно свет ну ладно я уже скупалась чувствую себя классно вообще если честно люблю принять ванну с пеной меня это бодрит и сразу хочется еще что-то полезное делать я хочу показать я все таки купила банку вот такую квадратную для для флорариума на 3 литра здесь вот эта крышка грубовато выглядит на я попробую так чтобы миша снял вот эти железки и она закрывалась просто как вот так вот пробочкой что ли но в общем я попробую хотя может и так оставлю тоже в этом есть что-то такое грубовато ну ладно и еще купила вот такой гель для душа классный вообще мой любимый гель для душа камэй я люблю и дарите сама пользоваться но сейчас камэй на украине нету почти ну нигде я последнее время не вижу била вот такой корейский но очень дорогой и знаете что я подумала вот это я дожилась впервые в жизни прячу гель для душа он просто дорогой 260 гривен стоит это больше чем 10 долларов за пол литра что ли и наверное это неправильно но просто пацаны они будут для себя использовать ему то жидкое мыло поставь пацанам вообще надо мужчинам это 5 литровые такие баклажки жидкого мыла моющего для не знаю запаски а то им надо у тебя ставить и все им без разницы чем мыться а мне важно вот это только я беру я его ношу к себе в шкаф спальню и векусе на векусе она не знает она больше любит кокос сладкие такие у нее кокос у миша пытается уже сделать так у нас на ужин мишну ты это мы купили а то еда хочешь одеть до проверить будет ли она хочу деть и как он будет можно работать без этой штучки железы жималки да кстати на ужин сегодня не будем заморачиваться осталось немножко картошки осталось немножко рыбы и сейчас еще делаю цветную капусту быстренько сделала в кляре и все мне вообще полезно попастничать капусту цветную я уже нажарила получился такой большой салатник и здесь помидорчики мне беру себе капусту и помидорчики помидорчики все меньше и меньше вот это вот бочка как раз прошло сегодня ровно две недели кажется как мы их делали они отличненькие помидоры вообще очень вкусные огурчики почему-то 12 были прям сильно кислая эти сейчас нормальные такие как я люблю вот когда помидоры первые сняли сверху то огурцы сами сюда поднялись что ли так что все нормально